Учёный фортификатор, профессор военной академии генерального штаба, доктор военных наук, генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Михайлович Карбышев, героически погиб в 1945 году в концлагере Маутхаузен. Символом неизгибаемой воли и стойкости советского человека стало его имя. Мало кто знает о том, что связывало Дмитрия Михайловича с Самарой. Да и в историко-культурной энциклопедии Самарского края о Карбышеве написано лишь несколько строк. Участник русско-японской, Первой мировой гражданской и Великой Отечественной войн в 1919 году возводил оборонительные сооружения в Самарском укреплённом районе. Дмитрий Михайлович Карбышев. Выходец из бедной семьи военного чиновника. Голодное детство, вечная нужда. Теперь уже не секрет, как жили отставные офицеры и отставные военные чиновники. Однако блестяще заканчивает сибирский корпус кадетский и поступает не в пехотное училище, а в Николаевске военно-инженерное училище, которое готовило инженеров. А в то время инженеры для царской России, тем более для армии, это редкость. С точки зрения, допустим, масштаба Советского Союза. И с этого момента путь Карбышева связан как офицера не с командной деятельностью. Он великолепный инженер-организатор и в то же время потенциальный человек, который склонен к науке и последствий, законченной в Николаевске военно-инженерной академии, делает из него учёным. Но это не кабинетный учёный. Русско-японская война, сражение под Мукденом, это позорная страница генерала Куропаткина, получает тяжёлое ранение в ногу. Награждённый орденами и медалями Карбышев заканчивает русско-японскую войну в чине поручика. Он служит во Владивостоке. С отличием, окончив Николаевскую военно-инженерную академию, по распределению в чине штабс-капитана направлен в Брест-Литовск на должность командира минной роты. Ещё в 1911 году, после окончания Николаевской инженерной академии, он был направлен в Брест для укрепления Брестской крепости для реконструкции форта номер один, который был обращён на запад. И он тогда уже промысленно сказал, конечно, он великолепно там поработал, но тогда же промысленно сказал, что форта тут ещё может пригодиться в нашей родине. И так оно случилось. С первого дня Карбышев участвует в Первой мировой войне. Он воюет в Карпатах на Юго-Западном фронте в составе 8-й армии генерала Брусилова. Дивизионный инженер, начальник инженерной службы стрелкового корпуса. В начале 1915 года штурмует крепость Перемышль. Ранен. За храбрость и отвагу награждён орденом Святой Анны и произведён в подполковнике. В 1916 году участвует в знаменитом Брусиловском прорыве, а в декабре 1917 года вступает в Красную армию. Сразу возникает вопрос. Почему Красная армия? Почему не Белая? Нет у нас на эту тему серьёзных исследований. Есть воспоминания о Карбышеве, великолепные воспоминания, изданные в 1961 году. Но мы же прекрасно понимаем, что там мотивация его поступления в армию будет сугубо идейна. Всё намного сложнее. Давайте посмотрим. Ментальность русского офицера. Есть Отечество. Есть государь-император. Кое его олицетворяет. Со времён Петра I присягали императору, олицетворяешь ему Отечество. И тем не менее, для русского офицера Отечество – это всё. Можно было колебаться, особенно в начале 20 века, кровавое воскресенье, события 5-7 года революционные, Первая мировая война, слабый главковерх Николай II. Всё-таки же колебала уверенность государя. Но у русских офицеров был уникальный девиз, который приводит Деникин в одной из своих работ – «Служим не лицам, а делу». И вот в одной части всё рухнуло. Карбышев продолжает служить Отечеству, теперь уже Советскому. Он никогда не был вовлечён в военно-политические интриги. Он был занят наукой. Он проектирует и строит оборонительные сооружения, пишет статьи и книги, посвящённые разрушению линий обороны врага. Во время Гражданской войны Карбышев участвует в строительстве Саратовского, Челябинского, Златоустовского, Троицкого, Курганского укреплённых районов. В 1918 году, когда на Восточном фронте сложилась сложная обстановка, потребовалось превратить города Поволжья в неприступные крепости. Карбышев возглавил строительство Самарского и Семьбирского укрепрайонов. В конце 1918 года Карбышев приезжает в Самару. Ситуация на Средней Волге оставалась достаточно сложной. И, наверное, не зря Ленин писал, что дважды судьба революции решалась в Поволжье. Имелось в виду 1918 год, выступление Чехословатского корпуса, и 1919 год, наступление Путчика. В конце декабря 1918 года Карбышев приехал в Самару и поселился на улице Советской, ныне улица Куйбышева, 71, в квартире номер 5. Дмитрий Михайлович приступил к формированию управления и линейного аппарата 6-го военно-полевого строительства Восточного фронта, которое находилось на улице Заводской, 65, ныне это улица Венцика, 67. Перед Карбышевым стояла сверхсложная задача. В районе Самарской Луки в самый короткий срок создать оборонительный рубеж на пути войск Колчака. Необходимо было создать широкую сеть укреплений с проволочными заграждениями, блиндажами, убежищами, используя весь огромный опыт Первой мировой войны. И протяженность этих укреплений составляла более 200 километров. Мы можем представить себе масштабы, если просто перечислить, назвать хотя бы некоторые участки и позиции этих укреплений. Естественно, Самарская, Батракская, Батракея, это нынешняя Октябрьская, Ставропольская, Кенельская, Красноярская, Усинская. То есть масштаб, разброс, огромная территория. И везде нужно было сделать достаточно сильное, серьезное укрепление, чтобы в случае наступления Колчака можно было задержать его на этих рубежах. Фронт работ растянулся более чем на 200 километров. Местные крестьяне были готовы работать только за сахар, табак, керосин, мануфактуру, гвозди, за все, в чем тогда нуждались. Не видя из этой ситуации никакого выхода, Карбышев отдал приказ превратить в зарплату интендантские пайки. Но и эти меры не помогали. У Сызранского железнодорожного моста на строительстве и укреплении работали всего 100 человек, вместо необходимых полутора тысяч. А ситуация была очень сложная. Кроме наступления Колчака в Самарской губернии в марте месяце 2019 года вспыхнуло мощное восстание против коммунистической власти. Так называемая Чапонная война, в которой по разным оценкам принимало участие до 150 тысяч мужиков. Пусть они были вооружены в кое-как. У кого-то старая берданка, у кого-то топор, колье, дубины, вилы. Но в любом случае это была серьезная угроза для большевистской власти. Поэтому, конечно, ситуация была крайне сложная. И тем не менее, губерсполком находит возможность откликнуться на просьбу Карбышева о выделении крестьян для строительства. Нужны были крестьяне, нужны были подводы. Но Карбышев, наряду с крестьянами и подводами, затребовал еще и товары. Товары для поощрения тех крестьян, которые будут работать на сооружениях. Я думаю, что, наверное, не каждый военачальник, не каждый человек, который отвечал за какой-то важный участок, думал в том числе и о людях. Вопреки всем трудностям, уже в феврале 1919 года Карбышев докладывает Михаилу Фрунзе и председателю Самарского губернского исполкома Валериану Хуйбышеву о состоянии работ по укреплению Волжского рубежа. Было сделано невозможное. Построены оборонительные узлы на важнейших направлениях – Самарской, Кенельской, Красноярской, Ставропольской, Усинской оборонительных позициях. Карбышев был переведен в Симбирск, но не оставлял Самару до завершения работ по укреплению рубежа. Михаил Васильевич Фрунзе знал, если он ему что-то дал, то тот обязательно выполнит. Отлично. И это его устраивало. И не случайно, когда фронт передвинулся на юг, Михаил Васильевич Фрунзе отозвал Карбышева к себе работать на юг, на южный фронт. Карбышев служил в штабе Северокавказского военного округа. Осенью 1920 года стал помощником начальника инженеров Южного фронта. Руководил инженерным обеспечением штурма ченгарских укреплений и перекопа. В 1923-1926 годах председатель инженерного комитета главного военно-инженерного управления РККА. Он не командует крупными сиденьями, он занимается необходимой военно-инженерной работой. Но это обеспечение боевых действий все равно не направление главного удара. За все отвечает командир, подкопленный комиссаром. Может, вот это положение, конечно, было особо статусное. Ведь Карбышев – это мозг, который разрабатывал инженерное укрепление Каховского плацдарма, куда высадился Врангель, последний десант Врангеля. И в это время Карбышев в годы гражданской войны формируется как не просто военный инженер, ну, обобщено с понятием сапер, он формируется как специалист по разрушению фортификационных преград. Всю жизнь занимался фортификацией, но все его основные работы – это разрушение. А без разрушения фортификационных преград – какое наступление? А наша военная доктрина 30-х годов – малой кровью, на чужой территории, и быстро Красная Армия, пролетариат, переходит. Имели такие места маразмы. Но начальный период войны показал отечественную. Всю дикость этой системы. Тем не менее, в военно-инженерном деле проблемам именно не укреплений, а разрушения укреплений, вполне естественно, из доктрины вытекает. Уделялось очень большое внимание. На эту фону он стал доктор военных наук, профессор более ста научных работ. Он преподавал военно-академию Красной Армии, занимался практической работой. Когда гражданская война закончилась, Карбышева осели в Москве. Собственная, первая после стольких лет походной жизни квартира, располагалась в доме номер 15 по Смоленскому бульвару. Здесь родились младшие Карбышевы – Татьяна и Алексей. В феврале 1934 года Дмитрий Михайлович Карбышев назначен начальником кафедры военно-инженерного дела Военной Академии Генштаба. С 1936 года он был помощником начальника кафедры тактики высших соединений Военной Академии. Генерал-лейтенанту инженерных войск, доктору военных наук профессору Карбышеву принадлежит наиболее полное исследование по форсированию рек и других водных преград. Он опубликовал более сотни научных трудов по военно-инженерному искусству и военной истории. Его статьи и пособия по вопросам теории инженерного обеспечения боя и операции тактики инженерных войск были основными материалами по подготовке командиров Красной Армии в предвоенные годы. В конце 30-х годов Карбышев руководил работами по укреплению Брестской крепости и подступов к Ленинграду. Во время Советско-финской войны в составе группы главного военно-инженерного управления вырабатывал рекомендации войскам по инженерному обеспечению прорыва линии Маннергейма. Здесь мы немного поменяем тему и обратимся к личной жизни Дмитрия Михайловича Карбышева. Дважды женатый. Жена одна у него умерла через три года первая. Потом он женился на второй жене. Там трое детей в браке родилось. Это во всех справочных зданиях есть более-менее. В семейном бытовом. По крайней мере, ну, раньше в советское время было, как сейчас, скандальной публикации о нем нету, как таковых. Да и, ну, ну, трое же у нас, ну, что, вдовец. Четыре... А, три года я смотрел специально. Мне интересно было посмотреть. Три года он после этого один прожил, женился с этой женой. Семейный бытовом. Ну, что, жил, как вся Эдита. Спецпоек. Это естественно. Хорошая квартира. Это мы не отымаем. Он же входил в состав. Как у Эдиты. Вот удивительно, как он уцелел. А уцелел, скорее всего, все-таки первые удары приняли командир и комиссар. Да, инженеров как-то все-таки добрались потом попозже. Да и, по большому счету, когда мясорубка большого террора пошла, допустим, первой волне он уцелел, а потом понимали, что кадры-то нужны. 26 октября 40-го года по всесоюзному радио объявили о юбилее Дмитрия Михайловича Карбышева, о награждении его орденом Красного Знамени. В письме к старшей дочери в Ленинград Дмитрий Михайлович шутливо сетвал. Зачем же объявили по радио? Теперь все знают, что мне уже 60. Он был не по возрасту полон сил, по-прежнему лекции, командировки и бессонные ночи за письменным столом. А у Лидии Васильевны, хранительницы очага, заботы о муже, детях, хлопоты по хозяйству. В начале июня 1941 года генерал-лейтенант Карбышев был командирован в Гродно, в западный особый военный округ, в штаб 3-й армии для оказания помощи оборонительному строительству на западной границе. Через два дня он переведен в штаб 10-й армии, попавшей 27 июня в тяжелое окружение. 8 августа в районе Могилева при попытке выйти из окружения генерал Карбышев был тяжело контужен в бою и в бессознательном состоянии захвачен в плен. 3,5 года провел он в фашистских застенках. Об этом периоде жизни Карбышева до сих пор нет научных исследований. В середине 80-х годов 20-го века в ряде газет и журналов были опубликованы совершенно невероятные статьи о том, что в августе 41-го года узнав о пленении Карбышева, Сталин от имени советского правительства якобы предложил немецкому командованию обменять советского генерала на двух немецких. Но в Берлине на такой обмен не пошли. На самом деле в 41-м году в Москве о судьбе Карбышева вообще никто ничего не знал. В его личном деле была сделана официальная отметка «Пропал без вести». Карбышев начал свой ладерный путь в распределительном пункте у кольского города остров Мазовецкий. Здесь пленных переписывали, сортировали, допрашивали. Чем дальше мы уходим от войны, и нас с тобою тишина объемлет, тем все сильнее и явственнее слышны ее раскаты, вздыбившие землю. В 1993 году в Самаре в Парте Победы был открыт памятник генералу Карбышеву. Изготовлением памятника, подготовкой к его открытию, руководил бывший узник фашистских концлагерей Сергей Васильевич Собольков. Стоящий на гранитном постаменте бюст Карбышева устремлен ввысь. Плиты светло-серого мрамора, словно ледяные струи воды, напоминают нам о мучительной гибели героя. Взгляд генерала тверд, не сокрушен. У памятника Карбышеву, у вечного огня, проходят митинги, здесь первоклассников по-прежнему посвящают в юные карбышевцы. В первых числах июля 1941 года командир пулеметного взвода Сергей Собольков, прорываясь с однополчанами из окружения, был ранен, контужен и в бессознательном состоянии захвачен фашистами в плен. 1 сентября 1941 года он был отправлен в концлагерь Замости, где в октябре встретил генерал-лейтенанта Карбышева. Заключенные прозвали барак номер 11 генеральским. Здесь были крыша над головой и вполне нормальное питание. Фашисты были уверены, что из чувства благодарности за хорошие отношения генерал Карбышев согласится на сотрудничество, но он все предложения об этом отклонял. «Мы учились у него выносливости и крепости духа», вспоминал Сергей Васильевич Собольков. Окружив Карбышева, мы задавали ему волновавшие нас вопросы. Почему мы оказались не готовы к войне? Почему у нас так мало техники, танков и самолетов? Почему на второй линии обороны солдаты были без оружия? Я спросил, правда ли, что Карбышева хотят на кого-то обвинять? А он ответил, что это ложь, моральное воздействие на узников концлагеря. Советский Союз не заключал соглашения о военно-пленных, да и Гитлер все равно бы не признал его. «А вы-то сами откуда родом?» вдруг спросил у меня генерал. Я ответил, что из Куйбышева. Бывал я в вашем городе, правда, он тогда назывался Самара. Трижды Сергей Собольков пытался бежать с товарищами из концлагеря. Помогал ему в этом генерал-лейтенант Карбышев. В марте 42-го года Карбышева перевели в Баварию офицерский концлагерь Хамельбург, командование которого имело четкую установку сделать все, чтобы склонить на свою сторону колеблющихся советских офицеров и генералов. В ладере Хамельбург Карбышев произнес свою знаменитую фразу «Нет большей победы, чем победа над собой. Главное, не пасть на колени перед врагом». Он проводил большую педагогическую работу, большую научную работу, разрабатывал различные методички, указания, инструкции для военных специалистов. Но кроме этого, у него есть целая серия научных трудов, которая вышла в 70-е, 60-е годы и до сих пор не потеряла своего значения. В этих трудах дается анализ инженерно-технической службы русской армии за, скажем так, довольно большой промежуток времени и делаются довольно неожиданные для своего времени выводы, которые, безусловно, нужно было учитывать в связи с приближающейся войной с Германией. И, наверное, немцы, которые прекрасно знали Карбышева, знали о его талантливых работах, высоко ценили его как специалиста, были заинтересованы привлечь Карбышева на свою сторону. В конце октября 42-го года Карбышев был отправлен в Берлин. Немцы изменили тактику обращения с пленным русским генералом. После берлинских отелей с белыми простынями и хорошим питанием его бросили в гестаповскую тюрьму, в одиночную камеру, без окон, с невыносимо яркой, мигающей день и ночь лампой. Здесь вербовал Карбышева известный фортификатор Раубенгеймер. И вновь ответ. Мои убеждения не выпадают вместе с зубами. В начале 1943-го года советской разведке стало известно, что командир одной из немецких пехотных частей полковник Пелет был отозван с Восточного фронта и назначен комендантом лагеря Хамельбург. В свое время он окончил юнкерское училище в Петербурге и когда-то в Бресте служил вместе с капитаном Карбышевым. Прекрасно владея русским языком, полковник Пелет вел персональную работу с Дмитрием Михайловичем. Именно в Хамельбурге германским командованием была создана комиссия по составлению истории операции Красной Армии в текущей войне. Сотрудники СС склоняли пленных советских офицеров к написанию книги по военной истории за дополнительное питание, комфортное жилье и даже за гонорар. Дмитрий Михайлович категорически от этого отказался и отговорил большинство пленных офицеров. В лагере Хамельбург судьба снова свела Карбышева и Соболькова. Под руководством Карбышева узники готовились к побегу. Вот как этот эпизод был показан в художественном фильме «Родины солдат», снятом на киностудии Мосфильм в 1975 году. «Родины солдат» «Родины солдат» «Слушай вас» «Родина, быстро что они? Всех наверх! Это подкопа метров пятьдесят Если они проедут по тому месту Тогда конец Сколько же они еще будут ехать? До подкопа десять-пятнадцать метров Майор Это последний столб Пронесла Голиков и Царев вышли А Шадров там остался Это же приказ Сказал, чего ползать туда-сюда, а только время терять? Что они еще придумали? Мы сделали подкоп, вспоминал Сергей Васильевич Собольков Но машина, развозящая столбы для дополнительного ограждения лагеря, провалилась в него 29 апреля 1942 года нас увезли из лагеря в тюрьму на расследование В тюрьме Карбышева среди нас не было В июле нас вернули в лагерь Мы не узнали сами себя Немытые, обросшие с маской в шее на одежде Нас загнали в душ, остригли На каждого одели робу На спине, которой масляной краской был нарисован красный круг А в нем надпись по-немецки Советский Союз Вышел из строя, в тебя стреляют без предупреждения На ногах колодки Нет у тебя ни родины, ни фамилии, ни имени Ты номер Тебя будут вызывать только по номеру Через какое-то время сквозь проволочные заграждения мы увидели Карбышева Он выглядел больным, но нам улыбался Говорил Бегите, товарищи, вас ждет родина Работайте плохо, саботируйте Не поддавайтесь на обещания Родиной не торгуют Товарищи командиры и красноармейцы Я обращаюсь к вам так, потому что Лагерь это фронт А мы советские бойцы И ведем бой Послезавтра Очередная вербовка В так называемую русскую освободительную армию Немцы хотят сделать нас изменниками И для этого уничтожают физически наиболее стойких из нас А тех, кто слабеет Кто теряет веру Они ломают Каторжным режимом И этакими вот Лекциями Да, верно Правда, что на Гитлера работает вся Европа Правда, что первый этап войны сложился неблагоприятно для нас Правда, что немцы дошли до Волги Правда, что многие наши кадровые части были выведены из строя Но Это правда вчерашнего дня Главная Основная правда дня сегодняшнего в том, что все планы гитлеровского командования сорваны И в том, что немецкая армия остановлена Этого нельзя было сделать голыми руками Те из вас, кто недавно в плену Кто еще недавно был на фронте На передовой Своими глазами видели новые советские танки Новые самолеты Новые пушки Которые ни в чем не уступают гитлеровским А во многом превосходят их Это значит Что эвакуация нашей оборонной промышленности на восток Удалась Лектор предсказывал победу немецкого оружия в летних сражениях этого года Но логика событий и фактов войны Говорит о том, что и летом этого года Гитлеровцы будут терпеть поражение Так же, как под Москвой Так же, как под Сталинградом Лето этого года Будет переломным в войне Один из признаков слабости немцев Попытка организовать эту самую РОА Армию предателей Армию русских Готовых стрелять В русских Я хочу, чтобы вперед сейчас вышел тот Кто готов стрелять в свою мать В отца В брата В свою сестру Ну Кто Генерал-лейтенанту Карбышеву не раз предлагали освобождение из лагеря Переезд на частную квартиру Открытый доступ во все архивы для работы в качестве военного инженера Ему гарантировали присвоение звания генерал-лейтенанта инженерных войск германского рейха Создание научной лаборатории И выполнения научно-исследовательских работ на любые темы с выездом на фронт для проверки теоретических расчетов в полевых условиях Результаты научных работ Карбышева должны были стать достоянием немецких специалистов Выслушав в очередной раз условия сотрудничества, Дмитрий Михайлович ответил Я солдат и остаюсь верен своему долгу А он запрещает мне работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей родиной Карбышева вновь поместили в одиночную камеру Ему давали соленую пищу, отказывая в воде Спать почти не разрешали Камеру освещали таким ярким светом, что глаза стали гноиться Через полгода Карбышева перевели в концлагерь Флоссенбюрг на каторжные работы в гранитные карьеры За малейшую провинность избиения хлыстом Дмитрий Михайлович обтесывал гранитные столбы, облицовочные, на модильные плиты Он находил свои силы шутить Истинное удовольствие, говорил он Чем больше модильных плит требуют от нас немцы, значит, тем лучше идут дела у наших на фронте В августе 43-го года его перевели в Нюрнберг, в тюрьму Дестапа Затем Освенцем, Заксенхаузен, Маутхаузен В этих концлагерях в газовых камерах круглосуточно сжигали и живых, и мертвых заключенных В одном из концлагерей Сергей Собольков снова встретился с Карбышевым, от которого узнал о блокаде Ленинграда Мы удивлялись тому, как Карбышев узнавал о положениях на фронте, вспоминал Сергей Васильевич Нас, офицеров, агитировали поступить на службу в армию Рейха Когда желающих не нашлось, нас положили лицом на плац и продержали в таком положении целый день Фашисты прекрасно знали, что Карбышев был одним из руководителей ладерного движения сопротивления Сергей Васильевич и в своих лекциях нам, и в своих статьях, он везде говорил о том, что он слова Карбышева нес в бараки А бараки были набиты битком, вот как вот эта комната 50-метровая, да? Вот здесь до 500 человек, говорит, он могло бы поместиться вот на трех ярусных кроватях Когда, говорит, ночью кто-то поворачивался, и все должны были поворачиваться Вот настолько все было плотно, конечно, и холера ходила, и другие болезни И вот он нес в бараки, но находились и те, которые на него доносили, за это его били И свои же товарищи одного из таких вот доносчиков задушили своими руками В Советском Союзе о гибели генерала Карбышева узнали только через год после окончания войны 13 февраля 1946 года майор канадской армии Седден де Сент-Лер сообщил об этом представителю советской миссии по делам репатриации в Англии По его словам, в ночь на 18 февраля 1945 года немцы загнали около тысячи пленных в душевую Велели раздеться, облили ледяной водой и вывели на мороз Генерал Карбышев стоял в группе советских пленных Фашисты стали поливать их холодной водой Вскоре упал и Карбышев Каким-то чудом выжило 70 человек Буквально на следующий день к лагерю подошли войска союзников и немцы в панике бежали Относительно этой страшной смерти 500 человек под пожарными машинами превращается в ледяной монумент Можно изучить, можно найти какие-то неточности Факт с фактом Пусть он обрастает легендой А разве подвиг ольца и матроса не обрастает легендой? В хорошем понимании слова Но эта легенда необходимая Эта легенда не фальсифицированная, как пытаются доказать некоторые жулики эфира, мошенники, пера в интернете Она не фальсифицированная И, наверное, писатель Голубов еще в 1953 году издал книгу о Карбышеве Он очень четко сказал, когда крепости не сдаются Вот это я всегда на своих лекциях прошу находить студентов, они читают и удивляются Эта книга Когда крепости не сдаются Это была не сдавшаяся крепость Именем Карбышева названы сотни улиц и десятки школ в городах России, Украины, Белоруссии, Тиргизии, железнодорожная станция в городе Омске, завод колесных тягачей в Кургане, теплоход и даже одна из малых планет В 1973 году поэт Сергей Васильев был удостоен Государственной премии Российской Федерации за посвященную Дмитрию Карбышеву по ему достоинства Всечастные дремы атмосферу нарушил Карбышев в плену Одни его полным книгам отлично знали на зубок, другие чтили званием, мигом тревожный ток к сердцам потек И даже, скажем откровенно, всех тех затронул генерал, кто прежде, до войны, до плена, о нем и слыхом не слыхал, очнулись хмурые бараки И вдалеке, и рядом, близ, французы, чехи и поляки на смелый жест отозвались В Самаре с 1965 года существует улица Карбышева Центром музейной работы по увековечению памяти Дмитрия Михайловича стала Самарская школа номер 28 Дети, конечно, очень многого достигают, именно работая вот в таких замечательных музеях наших школ Потому что перед ними пример героев А в нашем музее особенно это просматривается, потому что тематика неординарная Судьба семьи в судьбе страны Для нас и Карбышев, член нашей семьи большой И Сергей Васильевич Собольков не зря, вот мы их внесли в лекцию Судьба семьи в судьбе страны Сергей Васильевич Собольков всю свою жизнь прожил в Самаре Он посвятил себя работе с молодежью Подростковыми клубами, школами Благодаря его усилиям в Самаре было развито движение юных карбышевцев А на доме номер 67 по улице Венцика была установлена мемориальная доска Собольков собрал все документы о пребывании Карбышева в Самаре Схему укрепрайонов 18-19 годов Отчеты о заседаниях в 1918 году Президиума Самарского благосполкома Приказы Реввоенсовета Самары за 19-й год Все новые и новые мемориальные доски и памятники Появлялись на улицах разных городов Его имя носили заводские бригады, колхозы и пионерские дружины В те годы даже организовалось целое движение юные карбышевцы И самое деятельное участие в нем принимала старшая дочь Елена Дмитриевна Потерю самого близкого человека каждый в семье переживал по-своему Лидия Васильевна никак не могла смириться с положением вдовы И когда пришло официальное извещение о гибели мужа И когда генералу Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно И даже когда побывав в Маутхаузене вместе с сыном Своими глазами увидела первый памятник мужу Редактор субтитров А.Семкин